Итак, здравствуйте. Сегодня я решил сделать такой небольшой выпуск. Разрабы выложили пост, что мы всегда открыты к диалогу и предложили вносить свои предложения к разработчикам в виде обратной связи. Мы рады получить от вас обратную связь и услышать мнение о последних обновлениях. Я решил рассмотреть ваши комментарии и на некоторые из них ответить, что реально это или нет. Ну, в общем, давайте пофантазируем. Итак, первое – это скидки на петов. Ребят, скидок на петов не будет. Разработчикам это абсолютно невыгодно, да и если брать по цене, то, например, вот в ежемесячных пакетах «Открой нового героя» вы за 5000 получаете 720 карточек. Ну и время повышения. Вот, например, вы за 2500 те же самые получаете 675 карточек. Ну, это всего лишь 675 карт, да, вы там прокачаете юстию и прочее. При этом за те же самые две с половиной вы получаете полноценного питомца, ну, какого хотите. Там для разных задач подходит разные питомцы. То есть, вот, либо за косарь вы получаете фиолетового питомца. Притом, недавно разработчики в честь дня рождения, обновления и прочего, они всем раздали по случайные 50 карточек фиолетового питомца. Мне вот выпал в стальной хате. Я его хотел, я его получил. То есть, вот все совпало у меня. Вот, то есть, я, грубо говоря, уже сэкономил 1000 рублей. Разработчики мне подарили эту 1000. Вот, поэтому скидок на питомцев я прогнозирую, что не будет и, скорее всего, никогда не будет. То есть, потому что, ну, в принципе, если вы постоянно играете в эту игру, то, я думаю, кто серьезно хочет этим заниматься, то 2500 рублей он найдет. Как ни крути. Либо, ну, вот, пользуйтесь тем, что вам дают разработчики. Либо вообще нектар. Вот у меня сейчас одет стальной хате. Вот у меня также есть скольн. И вот у меня есть нектар. То есть, это вообще халявный пет, на который вы получаете за цепочку заданий. То есть, вот такие вот пироги. Так, следующее. Это табло под эволюцию. Ну, как я его называю. У человека здесь написано, что кнопочку эволюцию, в которой можно указать точное количество карточек. Вот это действительно не помешало бы. Потому что, допустим, нам надо определенное количество фиолетовых карточек. То есть, ну, вот, например, где у меня там побольше. Так, так, так. Ну, вот даже у меня, допустим, вот 401. Вот я хочу сделать эволюцию и, соответственно, прокачать. Но 400 карточек я тратить, допустим, не хочу. То есть, а пылить 20 раз мне нажимать, допустим, тоже особо не хочется. Поэтому, вот, неплохо было бы, если бы вот при нажатии сюда изначально выскакивало табло небольшое. И мы могли выбрать точное количество карточек. Вот это действительно дельный совет. И вот к этому хотелось бы, чтобы разработчики это услышали и использовали. Так, следующее. Тут еще говорится вот у человека про обратный перевод из легендарного в полубога. Ну, этого не будет. То есть, мы сейчас можем только, если нам надо... У нас есть лишние карточки легендарные. То мы можем единственное, что это распылить. То есть, ну, за 10 карт мы получаем 10 пыли. Это мега невыгодно. Это просто... Я не знаю. Ну, если только у вас полностью собраны, прокачан персонаж, абсолютно полностью, тогда вы можете это делать. Ну, в остальном же этот обмен, ну, просто жесть. Так, вот самое главное это баланс. До сих пор есть пропасть между игроками. По поводу баланса. Только что был изменен баланс. И действительно стало играть покомфортнее. Я вот спокойно держусь на 12 лиге. В принципе, захожу в 11-ю. То есть, я вот получаю 2 сундучка по 175 карт легендарных. 350 карт. Раньше мы о таком ребят могли только мечтать. То есть, поэтому, как бы, жаловаться сейчас на баланс я не вижу никакого смысла. Он стал лучше, комфортнее. И вот рекомендованная мощь 12500 на 12 лиге. Ну, на 11-й. Сколько у нас там будет? 14700. Ну, я реально не тяну. То есть, потому что у меня команда 8560. Я вот уверенно держу это 12 лиге. Поэтому по поводу баланса, я думаю, вопрос закрыт. И вряд ли кто-то будет это делать. Второе. Вот у этого же человека, Даня. Возможность фармить пыль-душ. То есть, на данный момент мы можем получить пыль-душ. Это вот, соответственно, с этого сундучка нам падает. 32 мне падает пыль-душ. Плюс мы можем, соответственно, распылить героев. Например, белых там, тех же самых. У кого их много, у кого хорошо уже прокачано или вообще полностью прокачано. То есть, но 500 карточек придется отдать за 10 пыли. То есть, я вот перед этим обновлением немножко подпылился. Мало подпылился, на самом деле. Но вот у меня немножко пыли есть. Но, конечно, все равно. То есть, 500 карточек за 10 пыли, да, дороговато. Но есть альтернативные способы получения пыли. Там, и в той же самой битве гильдии вы можете немножко получить. И в потасовке, например, падает пыль-душ. То есть, поэтому, ну, как бы варианты есть. То есть, распыление карт все-таки это последнее дело. Поэтому добывайте где можете и в каких можете количествах. Вот. Это по поводу фарма пыли-душ. И вот тоже у Дании это то же самое могу сказать за обычные серые карты. Чтобы их можно было где-то фармить, кроме ежедневных заданий. Ну, отдельный режим для фарма серых карт точно не будет введен. То есть, их можно фармить в потасовке. Они там падают, там по 20, по 30 карточек бывают. Белый, да, это долго. Но также здесь падают попытки ненужные, потому что приключения изменили. Также падают монетки, которые тоже сейчас довольно ценны. И падает золотишко. Там до 300 мне золотишко падало. То есть, а монетки вот нам нужны для этого магазина, чтобы здесь покупать легендарных теперь героев. Легендарных и эпических. То есть, вот, конечно, 125 за 600 это тоже дороговато, если честно. Вот. Так что, я прогнозирую, что ни по фарму пыли-душ режима не будет. Ни обычные карты нигде кто. Ну, вот, здесь же потасовка. То есть, добавить в нее что-то новое. Ну, разработчики уже говорили, что в потасовке ничего меняться не будет. То есть, правильно здесь ему ответили, что она создана для проверки пачки, новой тактики, ну и так далее. Награды просто небольшой бонус. Да, это так и есть. И опять же, то есть, мало того, что вы проверяете пачку, вам может выпасть там и очень неплохо пыли-душ. Тех же самых белых карточек, которые, ну, как здесь пишут, вам очень нужны. И прочее, и прочее, и прочее. Так, ну и вот здесь я видел, что сделайте, чтобы при открытии легендарных сундуков, карты можно было давать тем персонажам, которых ты сам выберешь. Ну, или хотя бы, чтобы наиграющую колоду. Такого не будет. Это потому, что будет излом баланса очередной. И такого они однозначно не сделают. И, соответственно, все как было, так и будет. Это будет чистый рандом. Что вам упало, то и упало. Ну, и вот последнее, что я рассмотрю, это добавьте всю базу легендарных героев. Я бы добавил, чтобы даже полную базу всех героев в идеале добавить в игру, чтобы это отдельная была какая-то вкладочка, где ты мог зайти, посмотреть полностью, сколько надо ресурсов, прокачка и все прочее. То есть, как это все делается. Но, нет, пока этого нету, и разработчики пока молчат. Но вообще, вот именно база героев, очень хотелось бы, чтобы она была введена в игру. Ну, вот последнее, это, кстати, хотелось бы, чтобы башню туму остановили, поскольку с обычными картами там играть невозможно. Леги падают под выбор с 15-го хода. Ну, здесь я могу сказать только, ребята, включайте обычных героев. Обычные герои как раз и нужны, в принципе, для башни. Они не только для того, чтобы эволюционировать. То есть, они пригодятся вам всегда в башне. Также пригодятся вам всегда, если они у вас хорошо прокачаны в яме. Поэтому не забывайте про обычных героев. При первой возможности максимайте их, прокачивайте и прочее, и прочее. Пробуждайте. Опять же, ну, все это старайтесь, конечно, делать под рост. Чтобы при этом получать изумрудики. И просто так не тратить золото. Ну, вот на этом, пожалуй, и закончим. Несколько таких основных комментов я разобрал, которые мне показались интересными. То есть, из этого всего я бы выбрал, что, да, введите базу и для эволюции. То есть, сделайте отдельное окошечко, чтобы появлялось, где вы можете выбрать количество карт, которые вы хотите распылить. Вот, в принципе, и все. Это вот то, что из реального. Все остальное, ну, это из области фантазий. То есть, разработчики вряд ли это будут делать в ближайшее время, даже там, в ближайший год и прочее. Ну, в чем-то, надеюсь, я ошибаюсь. Поэтому всем спасибо. Всем до свидания. Пока-пока.